Несколько секунд скольжения по глади Багучанского водохранилища и самолет-амфибия набирает 8 полных баков по полторы тонны каждый. С этим грузом спецборд отправляется на один из самых сложных пожаров, которые сейчас бушуют на севере края, в Хребтовское лесничество Багучанского района. Низовое пламя, когда горят и сильно дымят лишайники, мох и трава, вот-вот перерастет в верховой повальный пожар. Задача пилотов пройти по кромке огня и не допустить этого. Особенно сложная миссия у летчика-наблюдателя. Он должен строго по приборам навести самолет, скоординировать сброс и предупредить тех, кто борется с огнем на земле. Задача заключалась в том, чтобы выполнять мунистры штурмана, навести воздушное судно на лесной пожар, поставить сточу экипажу, сделать по какому языку, по тромбе, работать. Собственно говоря, произвести сеанс радиосвязи, так называемый борт пожара, для того, чтобы активным силам тушения, как говорится на голову, не бросить. За несколько часов самолет-амфибия Бе-200 выполнил три прицельных слива, 36 тонн, четко на западную кромку, куда шло пламя. После летчиков там бросаются в бой с огнем наземные пожарные. Они тушат оставшиеся локальные участки и окапывают территорию. Очень действенный способ для того, чтобы остановить стихию. Мы надеемся на то, что мы в ближайшее время этот лесной пожар локализуем и перейдем к тушению тех пожаров, которые находятся в более северных территориях. МЧС России продолжает наращивать группировку в местах тушения пожаров. Проводится работа по защите населенных пунктов, доставлена группировка дополнительные населенные пункты в Эвентийском районе. Авиацию, в том числе и летающие лодки Бе-200 продолжат использовать для тушения огня. Это решение принято по инициативе Александра Уса. Губернатор также предложил в ближайшее время создать на севере края межрегиональный лесопожарный центр, специалисты которого будут контролировать и тушить тайгу на всей приарктической территории. Евгения Шелковникова, Енисей, Новости.